Страшно говорить такое вслух, но с момента, как я окончила художественную школу, прошло уже 15 лет. И да простят меня мои преподаватели, я мало что помню из курса живописи. Но несмотря на это, порой очень хочется взять в руки кисть и пуститься во все тяжкие. Как выжать свой творческий максимум при минимальном запасе теоретических знаний, я вам сегодня расскажу. Шедевры на скорую руку в традиционной фоторубрике. Главный помощник в этом деле – его величество современное искусство. Большой вы плюс в том, что любую, даже самую примитивную работу можно выдать за единицу концептуального искусства. Вложите свой смысл в то, что делаете, проникнитесь этой идеей, и вы сможете взглянуть на свою картину под другим углом. Что касается техники рисования, не бойтесь использовать маленькие уловки и подручные средства. Скажем, скотч. Сформируйте с его помощью геометрический рисунок и закрасьте пробелы. Графичная монохромность сейчас на пике популярности, не упустите момент. Далее поговорим с вами о штампах. Из чего только их не делают. Резина, поролон, нитки, а еще листья, цветы и плоды, которые можно использовать и как сам штамп, и как трафарет для работы с баллончиком краски. Нравится поп-арт? Что ж, вам под силу воссоздать его собственноручно. Забрызгайте бумагу акварелью и после высыхания распечатайте на ней черно-белое фото. Для усиления эффекта сделайте серию таких работ. Вообще, группа рисунков в одной технике всегда удачно смотрится, особенно если это техника акварель. Чем больше воды, тем живописнее выйдет картина. Не углубляйтесь в детали, сейчас в моде примитивизм. Сочетая несколько разных уловок и техник, вы создадите свой неповторимый шедевр. Разленейте бумагу скотчем, закрасьте сегменты акварелью, а в конце добавьте немного графики черным фломастером. Используйте текстильные окраски и ткань в качестве холста. Нарисуйте черный акварельный круг, подпишите и не забудьте о необычном креплении и форме нижнего среза. Еще одна очень интересная техника нанесения рисунка – это сочетание воды и лака для ногтей. Наполните поднос чистой водой, вылейте на поверхность несколько бутылочек лака, деревянной палочкой сделайте разводы и отпечатайте получившийся мраморный рисунок на листе бумаги. Все, что нужно, чтобы нарисовать хорошую абстрактную картину – это холст, сочетающийся между собой краски и ваши руки. А что в них взять – сухую или мокрую кисть, валик или, может быть, шпатель – решать вам. Абстракцию ничем не испортишь, нужно лишь дать волю чувствам. Картина марка «Ротко Кристи» поставила новый рекорд. Она ушла с аукциона за 87 миллионов долларов. Немыслимая цифра, учитывая тот факт, что создать свою Кристи проще простого. Закрасьте холст с белым грунтом, покройте розовой краской и шпателем снимите верхний слой. Добавляйте краски на свой вкус, повторяя процесс нужное вам количество раз. Этот шедевр не затратен по всем параметрам, но будет ценен для вас намного больше, чем самая дорогая картина в мире, ведь вы создали его своими руками.